Здравствуйте! Это программа «Уроки выживания» и я, Лев Миримский. В наших прошлых программах мы уже говорили с вами о том, как правильно устраиваться на работу. В чем важность трудового договора? И что делать, если вам не выплачивают или задерживают зарплату? Безусловно, работа – это одна из важнейших частей нашей жизни. Но что делать, если ее нет? Многие люди, получив статус безработного, теряются и падают духом. Часто считают такую ситуацию безнадежной. И это естественно, ведь именно работа – залог нашего благосостояния. Главное в таком случае – не опускать руки. Есть множество способов найти дело по душе. Тем более, что по закону у каждого безработного есть право на поддержку государства. Итак, сегодня мы расскажем вам, как правильно воспользоваться этим правом. Татьяна Чубукова всегда была человеком творческим. В поисках себя сменила несколько профессий и мест работы. Поработав и в банке, и на заводе, и даже получив еще одно образование, сегодня Татьяна решила связать карьеру со сферой услуг. Мечтает она и о собственном бизнесе. Работала сначала на рынке, потом вроде устроилась в банк, проработала там. Поняла, что на рынке платят больше. Пошла на рынок опять. Найти работу сложно. Попыталась получить образование, так как сейчас услуги хорошо оплачиваются. Получила услуги мастера маникюра, педикюра. Несмотря на то, что среди мастеров маникюра конкуренция достаточно высока, Татьяна уверена, главное не сдаваться. Пришла сюда, чтобы найти работу. Вообще, я подвижный человек, очень люблю работать. Видно, что вроде как мне 26 лет, а я уже и там, и там, и там. Работать люблю, сидеть на месте не люблю. Придя на консультацию, Татьяна решила тут же и встать на учет, получив статус безработной. Она убеждена, что использовать нужно все возможности. Я хотела стать на учет. Центр занятий? Да. Безработица или по какому-то другому вопросу? Ну, в связи с безработицей, я хочу устроиться на работу. Устроиться на работу. Значит, смотрите, у нас вакансии находятся сзади вас на стенде. Я могу бы предложить ознакомиться с нашими вакансиями, которые у нас есть. Хорошо, какие-то документы заполняешь? Значит, документы на регистрацию нужно иметь. Паспорт, трудовая, КОС, диплом. На выбор нового места работы у Татьяны теперь есть 8 дней. За это время она сможет подобрать из существующих вакансий такую, которая будет соответствовать ее специальности и квалификации. Если за этот срок трудоустроиться не получится, ей назначат пособие по безработице. Порядок регистрации у нас такой. Я вас сегодня регистрирую. В службе занятости в течение 7 дней идет ежедневный поиск работы. За это время мы будем подбирать вам вакансии. В случае, если работа не будет найдена за 7 дней, на 8 день после регистрации будет присвоен статус безработного. В связи с тем, что вы уволены с последнего места работы по собственному желанию, первые 3 месяца выплата производиться не будет. Часто бывает так, что многие вакансии не востребованы. Так случилось и с нашей героиней. Но даже если ее специальность не найдет достойного применения, она готова снова учиться и освоит на специальных курсах в центре занятости более востребованную профессию. Для того, чтобы получить государственную помощь, необходимо прежде всего получить официальный статус безработного. А для этого вам нужно обратиться в государственный центр занятости по месту жительства. Фактически, государство возвращает безработным их же деньги. Ведь по закону, с каждой зарплаты вычисляется сумма страховки по безработице. То есть, пока мы официально работаем, мы выплачиваем государству небольшую сумму, фонд занятости. А когда становимся безработными, государство возвращает нам эти деньги. Центр занятости предоставляет целый ряд услуг. Это поиск подходящей работы и содействие в трудоустройстве. Консультации, информационные услуги. Профессиональную подготовку и переподготовку. Участие в оплачиваемых общественных и сезонных работах. Материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации. Помощь по безработице. И что интересно, одноразовая помощь для организации безработным собственной предпринимательской деятельности – это один из самых перспективных механизмов помощи безработным. Поскольку речь идет о создании собственного бизнеса, в этом случае государство отдает человеку всю сумму страховки по безработице сразу. И что важно, возвращать эти деньги не нужно. Фактически речь идет о стартовом капитале. Получая эти деньги, человек может открыть собственное дело и помочь в трудоустройстве не только себе, но и другим. Чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться с заявлением в Центр занятости по месту жительства и предложить бизнес-план. В течение 10 дней специальная комиссия вынесет заключение о том, насколько предоставленный проект реален. После чего директор фонда принимает решение – выплатить или отказать. Если вам отказали, бизнес-план можно доработать и подать повторно. Или же овпорить решение комиссии в суде. А если ответ положительный, то вы можете получить деньги сразу же после того, как зарегистрируетесь частным предпринимателем. Такую выплату вы получите через банки после предоставления в Центр занятости заверенной копии свидетельства о госрегистрации как субъекта предпринимательской деятельности. На это у вас есть 10 календарных дней. Право на пособие по безработице имеет каждый гражданин, не сумевший трудоустроиться. Существует ряд групп безработных. От того, какой именно из них вы относитесь, будет зависеть и сумма вашего пособия. Размер пособия уже зависит каждому индивидуально. Прежде всего он зависит от количества стажа для травы. Ваш трудовой стаж начинается с 26 непрерывных недель. Если они есть и отражены в трудовой, вы уже можете претендовать на выплату большую, чем минимальная. Итак, если стажа у вас нет, вы можете претендовать лишь на полугодичное пособие в 360 ежемесячных гривен. Работавшим менее двух лет начислят половину последнего оклада. Тем, чьи трудовой уже 6 лет получат 55% последней зарплаты. Десятилетнему стажу полагается 60%, а тем, кто трудился более 10 лет – 70%. Однако помните, что размер выплаты будет постепенно сокращаться каждый новый месяц. Детальную схему вам объяснят в Центре занятости. Это в размере 100% первых 90 дней. Дальше 90 дней процент немножечко понижается. Но оставшиеся 180 дней платится самый низкий процент. Пособие по безработице не бесконечно. По закону вам могут платить его до двух лет. Все будет зависеть от того, какую зарплату получали вы и сколько налогов заплатили в бюджет. От этого же будет зависеть и то, как скоро вы получите свои первые деньги. Если человек, к примеру, был уволен по собственному желанию в статье 38 Безута Украины без уважительной причины, ему сокращается выплата пособия первых 90 календарных дней. Начинается выплата на 91-й. Для тех, кто был, к примеру, уволен по 36-й пункту первому, это соглашение сторон закона Украины, значит, здесь сокращается выплата пособия последних 90 дней с 271-го дня. Если вы мечтаете о собственном деле, вам могут выплатить пособия разово за весь назначенный период. Для этого нужно подать на рассмотрение специальной комиссии свой бизнес-проект. Закон оставляет форму проекта на ваше усмотрение. И все, на что вам следует обратить внимание, это четкая идея бизнеса и как вы планируете получить вашу прибыль. После этого, когда этот бизнес-план предоставляется на комиссию, человек может решением комиссии, то есть если его идея действительно видно, что она будет работать, и в частности мы смотрим особо на комиссии у нас в районе, насколько это будет перспективная идея, выдается решение о выдаче одноразовой помощи. Конечно, вам могут и отказать. Не отчаивайтесь. Просите в центре занятости консультацию. По закону вам должны ее предоставить. У нас есть курсы, организованные нашим учебным заведением, на которых помогают этот план бизнес-план, то есть идеи воплотения в жизнь. Размер вашей выплаты, даже если она разовая, все равно будет рассчитываться в зависимости от вашей прежней трудовой биографии. Поэтому не ленитесь в сборе информации о себе и предоставляйте как можно больше документов, подтверждающих ваше право на получение помощи. С этого дня все в ваших руках. Главное – грамотно распорядиться стартовым капиталом и собственными ресурсами. От вас будет зависеть, насколько успешным станет ваш бизнес. И если все хорошо, вы сможете обеспечить себя и свою семью. А возможно и создать дополнительные рабочие места, а значит помочь другим безработным. Мы же со своей стороны готовы вам помогать и консультировать. Вы всегда можете обратиться по телефону 60-10-05. А сегодня все. С вами был Лев Миримский и программа «Уроки выживания». Мы не учим вас жить. Мы хотим вам помочь защитить свои права. Давайте бороться за свои права вместе. Вместе мы победим. ПОБЕДИЛЬНЫЙ ПОБЕДИЛЬНЫЙ